здравствуйте меня зовут Ирина Шкурко я мастер по валянию и росписи войлока сегодня я хочу предоставить вам бесплатный мастер-класс по валянию вот такой вот замечательной корзинки а также валянию и росписи яиц в пасхе разукрасим яйца в разных техниках или с разными рисунками это могут быть как вот простые узоры также символика пасхи может быть в таком виде например верба веточка ну и конечно куда же пасха без цыплят вот такие красавцы тоже могут у вас получиться ну что начнем так основным материалом я отношу 6 она может быть разные еще большим открытием для меня стала вот такая вот пряжа троицка называется она калифорния для ручного вязания 50 процентов мериносовой шерсти 50 процентов акрил очень мягкая на ощупь и трубочки которые буду использовать при валянии корзинки также для корзинки мне понадобится 19 микронные австралийский меринос также троицкой камбульной фабрики цвет темно-бежевый здесь 50 грамм я ее использую всю и 50 грамм цвета шоколад 19 микрон австралийский меринос был яйца попробую свалять из желтого оттенка шафран и 19 микрон и также из красный цвет гвоздика конечно буду пробовать разные шерсти и мой любимый коридейл зеленого цвета сваляю из него яйцо также замечательный цвет голубой приятный этот светлый вряд ли буду использовать а это вот и кусочек немецкого бершафа тоже использую для валяния яиц еще нашла у всех за кормах шерсть неизвестного происхождения то ли это троицкая то ли это семеновская давно у меня лежала грубовато на штабель не достаточно длинный вот вы видите ну попробую из нее также повалять яйцом и дополнительных материалов нам понадобится вискоза но это по желанию лично мне захотелось украсить вискозы также кусочек бинтика или марли тесенка для оформления корзины вода и морозостойкий мастер клей универсальный также понадобится малярный скотч любой как бы ширины не имеет значения акриловый матовый лак и кисточка не очень хорошего качества так нам понадобится еще я нашла у себя очень хорошую гладкую стеклянную тяжелую салатницу мне она пригодится ну это крышечка прозрачная файлик вместе внутри с листочком подойдет мне дойдет не для палитры также много разных акриловых красок контуры акриловые универсальные по ткани любые такие у вас есть кисточки для рисования краски могут быть любые но должны не быть акрилы вот даже в таких тюбиках я попробовала использовать какие же еще материалы это необходимо большом количестве булавки также нитки разных оттенков но которые подходят для корзинки зажигалка метр можем контролировать немного свою работу крючок для вязания я использую триммер вы может как-то по-другому пищевая пленка нужно будет для изготовления яиц а также подложка под ламинат вот у меня есть такая вот пяти миллиметровый она достаточно жесткая лучше если у вас есть более тонкая например вот два миллиметра три она подойдет лучше так как мягче использую фен для быстрой просушки краски и чтобы можно было наносить следующий слой ну вот практически все еще влажные салфетки если что-то забуду я вам расскажу тогда уже процессе точно забыла еще обязательно нужны будут конечно острые ножницы и старые колготки также будут необходимы нам для работы все готово приступаем так берем пряжу калифорния на разворачиваем пасму находим где у нее серединка или где у нее там вот скрепление узелок и в этом месте я разрезаю всю всю пасму пополам для будущей корзинки я решила использовать более темный цвет поэтому разделяю пасму еще раз пополам зеленый оттенок я откладываю для будущего своего проекта а такой более темный коричневый буду использовать в этом форма мне понравилась вот такая продолговатая это коробочка из-под мороженого поэтому я проверяю чтобы мне хватило по высоте по ширине то есть половина как раз хватит самой длины теперь я отложу примерно 10 штучек 10 наших пряж полосочек и проверю хватит ли мне в самом широком месте на дно все это свободно до хватает поэтому я их и сейчас отделю так как мы уже проверили что это длинные и половины будет как раз достаточно складываем пополам эту часть разрезаем и сейчас займемся ей мне а длинные пока отложим но они нам тоже нужны будут для корзинки по периметру будем ее плести именно вот этой вот лазой нашей будущей маленький я решила сделать из мериносовой шерсти темного цвета шоколад а темно-бежевый пойдет на верхние переплетения шерсть я буду использовать всю все 50 грамм разворачиваем делю пасму пополам эту половину еще на пополам это для удобства затем беру пас мой разделяю иногда на 2 а иногда и на три полосочки чтобы было удобно раскладывать затем берем одну пряжу выкладываем перед собой и и шерсть не очень широко и не очень густо вернее и не очень так вот прозрачно выкладываем под 45 градусов мне немножко просвечивается клеенка и вы также придерживайтесь примерно вот такой раскладки хотя можете подобрать ее сами вот видите просвечивается кладем кладем пряжу и подворачиваем самый кончик буквально там 5 миллиметров может где-то сантиметр аккуратно под пряжу а затем очень упруго заворачиваю примерно по два оборота не отпуская придерживаю пальцем и справа налево все это заворачиваю делаю два или три движения только по направлению шерсти к себе а затем когда она уплотнится раскатываю его чтобы она подружилась с нашей пряжи ну буквально 5-10 прокатов делаю вверх-вниз как вы видите широко расставляя пальцем и то же самое проделываю со всеми остальными кусочками пряжи раскладываем шерсть и проверяем чтобы не было никаких проплешин кладем на самый кончик пряжу подворачиваем сначала аккуратно а затем туго заворачиваем два примерно оборота делаем два-три проката к себе тут вот я еще замечу что кусочек не докрутила в этом момент как раз можно добавить шерсть и на себя два-три оборота и затем вверх-вниз чтобы они подружились работа по сухому очень приятно и рукам ничего не мокро пока не липнет это я докладываю там где не хватило шерсти подворачиваем заворачиваем два-три на себя и потом вверх-вниз от 5 до 10 раз я думаю принцип вы уже поняли если кому интересно то пряжа примерно около 43 сантиметров а уже в готовом где-то 50 51 в готовом сухом виде аккуратно шерсть под 45 градусов докладываем где у нас просветы кажется кладем на самый верх заворачиваем кончик потом потуже по направлению к себе два оборота и вверх-вниз от 5 до 10 уплотняем очень хорошо если мы увидим где-то проплешину то вот на этом моменте еще можем взять кусочек шерсти и доложить а также если шерсти много на кончиках видите и отрываем чтобы она нам не мешалась потом она будет очень тоненькая а вот например если посерединке где-то заметили просвет то вот так закладываем закручен сначала на себя 23 движения а потом опять вверх-вниз вот я сделала все 20 штук и теперь переходим длинным беру цвет уже темно-бежевый 19 микрон 50 грамм и также разделяя пасму пополам еще раз пополам и половинку разделяю на 2 или 3 как же делать длинную длинную во весь стол закручивать неудобно она там пропадает исчезает вот длина получается около 80 сантиметров 80-81 и конечно это неудобно и рукам неудобно и раскатывать поэтому я примерно вначале раскладываю половинку потом другую также под 45 градусов не очень широкими кусочками сначала закручиваю половинку все как и в первый раз подкручивала своем направлении зато а затем вторую половинку то же самое пойдем закручиваем сначала кончик затем плотняем два раза на себя и уже вверх-вниз эту будет удобнее делать уплотнять ее к пряже получается что опять же на небольшом кусочке стола можно сделать и длинную длинную нашу лозу кончики я делаю поплотнее вот ровно пополам примерно и так все остальные выкладываю под 45 градусов сначала одну половину если очень плотная я разделяю шерсть закручиваем слегка половинку потом поплотнее два три раза на себя и вторую половинку также вверх-вниз прокручиваем скручиваем уплотняем все широко расставляем пальца так удобнее длинных светлых у меня получилось 13 штук и шерсть на этом закончились остались еще длинные и я решила использовать остатки темной также раскладываю половинку вторую половинку затем 2 про 2 прокрутки на себя и уже вверх-вниз уплотняю и так у меня получилось 13 светлых их длина примерно около восьмидесяти восьмидесяти трех маленьких металлы получилось 20 штук около 50 сантиметров и еще если вы помните темная длинные и не получилось три штуки дальше в работе мы будем использовать вискозу двух цветов ее надо смешать между собой и раскладывать облачками а для этого из коза должна быть вот такой вот пышный воздушный и легко перемешиваться но как же добиться это от вискозы троицкой фабрики на этот вопрос можно найти ответ у марины власенко зайдите к ней на страничку и посмотрите я пользуюсь ее методом приручения вискозы и так вискоза у нас подготовлена мы ее пока откладываем и берем наши сухие наши сухие жгутики и будем их доваливать сейчас мокрым способом для этого я взяла вот такую подложку чтобы не растекалась вода кладу на нее киевскую пленку беру литр теплой воды и разбавляю в ней столовую ложку ушастого няня это средство для мытья посуды накрываю крышечкой который виде лечку приобрела ее в шкатулочки очень удобная вещь перемешиваю до образования пенки одеваю перчатки чтобы руки хорошо скользили делаю такую дорожку мокрую беру сухую нашу заготовочку и валяю и слегка обмакивая и притираю не надо чтобы было много воды чтобы они там не плавали буквально чуть-чуть разными движениями вы видите и слева направо и справа налево при этом придерживая один хвостик и другой рукой так покручивая этот способ самый удобный оказался одной как бы линии такое что я налила воды мне хватает примерно на три жгутика то есть воды много не надо сначала слегка потом с усилиями и так опять я промакиваю и немного ее мочу сильно нажимать не надо так мы обработали все все жгутики теперь пришло время для работы с вискозой раскладываю ее тоненькими облачками можно смешанную можно одного какого-то цвета руки должны быть сухие раскладываем жгутики у нас слегка мокрый но я все равно добавляю водички пенки больше и вот так кладу на краешек и подкручиваю вниз сначала вниз два-три раза в одном направлении к себе а потом вот так вот по всей поверхности руки у меня без перчаток меток было удобно но они у всегда мокрые и мыльном растворе очень хорошо обрабатываю кончики вот такой красивый узор но это делать не обязательно просто мне захотелось чтобы был блеск вытираем руки и опять раскладываем тонким слоем без кожи закручиваем аккуратненько в одном направлении как вы видите всегда а потом уже крутим вверх-вниз добавляем воды если это необходимо и пенки это сделаем со всеми вискоза опять тонким слоем не забывайте протирать руки она с каждым разом все липнет и липнет вот неудобно поэтому приходится лучше вытирать и стол и руки этот этап вообще необходимо сейчас одеваем перчатки и будем наши жгуты уваливать более сильно использую мыло даже водичка мыло и с усилием нажимаю уже все больше и больше от середины к бокам я так провожу от 10 до 20 раз и все время усиливая появляется прям характерная пенка то что жгутик начинает уже уваливаться все сильнее и сильнее добавляю 5 воды прохожусь мылом если это необходимо и опять если на кончиках образовывается непонятные такие сгустки я их отрываю они нам не нужны и 5 это можно делать и на икеевской пленки когда вы подготовили все все жгутики теперь к нам на помощь приходит наша помощница домашняя это стиральная машина я все жгуты кладу мешок для стирки белья чтоб они там не разбросались и отправлять стиральную машинку примерно через полчаса я достаю из машинки свои жгуты вот так вот они выглядят непонятная куча червячков но они влажные и хорошо поддаются растягиванию уже плотный поэтому я их могу растягивать сильно сильно нажимать тянуть в разные стороны и опять растирая на икеевской пленки руки у меня уже сухие мыло никакого нет посмотрите как вот они отличаются в начале и потом и так растягиваем каждый шнурочек и разглаживаем руками ну буквально 5-10 раз на один жгутик у меня уходит делаем это как с маленькими жгутиками как и с нашими большими длинными та же самая операция раз и все жгутики у нас готовы если лоза оказалась суховато то я и слегка сбрызгиваю водой и отправляю микроволновку буквально на пару минут теперь берем нашу заготовку и чтобы она так сильно не скользила мы сейчас всю ее поверхность покроем малярным скотчем закроем и вверх крышечки вниз и во всех направлениях то есть все поверхность покрываем скотчем когда заготовка готова берем корзину и смотрим как нам сделать первые ряды для этого подбираем самые ровные одинаковые маленькие жгуты и будем примерять чтобы понять сколько нам штук надо также я взяла три длинных это я буду использовать внизу а потом они перейдут плавно в ручке беру две маленьких по бокам и примеряю сколько же мне положить поперек чтобы было понятно я немножко их раздвигаю смотрю как это будет выглядеть уже в готовом виде если меня все устраивает я приступаю к следующему этапу теперь надо все это зафиксировать беру клей вы можете использовать другой мне нравится этот прижимая одной рукой отворачиваю и покрываю места склеивания тонким слое клея как одну так и вторую поверхность после этого прижимаю это же делала то же самое делаю с обратной стороны промазываю тонким слоем клея две поверхности и прижимаю надо хорошо прижать закрепить клей чтобы он прихватился и после этого дать немного высохнуть когда клей просох я уже беру и закрепляю первую длинную лазу оставляю хвостик пока снаружи и через одну вверх вниз начинаем плести нашу корзинку самый первый слой тут главное маленькие жгутики распределять равномерно по всей поверхности то есть посмотрите сейчас они у меня еще не очень хорошо но когда я закончу ряд я буду вот так вот их постепенно расправлять чтобы не были они в одной кучке их много где-то большие промежутки я дошла до края и тут вы видите что у нас четное количество лазы а нам надо нечетное чтобы переплетались каждый ряд по разному поэтому сюда и сейчас добавлю одну лазу которая и сделает наш четный ряд но прежде чем и добавить я решила все таки сделать еще один ряд чтобы закрепить первые прижать это очень забавное такое плетение вам понравится через одну верхний сверх вниз доходим опять там где надо вставлять дополнительную лазу беру черненькую и проверяю с какой стороны меня ставить чтобы она гармонично смотрелась не с этой а с внешней стороны я вот кончики не сразу не закрепляю а вам советую сразу прихватить их иголкой тогда потом будет намного легче сейчас это ними торчат а можно их сразу уже прихватить иголкой тогда будет плести легче и продолжаем дальше по кругу оплетать наши маленькие жгуты большим там где соединение я завожу с нахлёстом в одну и другую сторону здесь тоже очень удобно закрепить нитками сразу немножко провожу хвостик чтобы он у меня держался я укрепляю булавками и решила потом закрепить нитками но это оказалось не очень удобно и продолжаем плести занятие медитативное очень интересное сейчас нам самое главное сделать дном то который задумывалось плотно вот место соединения и идем дальше через одну слегка натягиваем и распределяем чтобы получше затянуть я даже сняла на данном этапе и положила на плоскость так получается быстрее все таки даже если мы и обклеили скотчем она немного скользит на икеевке получше сейчас очень удобно подтянуть и сделать плотным плотным донышко наша нашей будущей корзины натягиваем аккуратно и вот здесь вы замечаете что хвостики немножко двигаются было бы намного удобнее если бы я их сразу прихватила нитками все натянула все проверила чтобы было плотно и при этом была овальная форма проверила чтобы вот эти три длинные три длинных жгута находились друг напротив друга это наши будущие ручки и продолжаем плести дальше вместо соединения закрепляю булавкой и беру проверяю из снаружи и смотри очень красиво получается плотно и хорошо берем следующую лазу длинную также фиксируем булавкой и продолжаем плести натягивая и прижимая но тут я уже понимаю что если так продолжать то это будет просто блинчик а нам все-таки нужна форма и сейчас уже надо затягивать так лазу чтобы появлялись бортики поэтому еще прокладываю такой свободный слегка ряд фиксирую и беру нашу форму чтобы поднять уже бака нашей будущей корзинки огибаю проверяю хватает ли все высота одинаково ли все это обязательно проверяем берем наши длинные хвостики и соединяем и скотчем мы чтобы они нам не мешались в разные стороны прикладу прикалываем ее как раз булавкой и сейчас на данном моменте нам надо проверить все все размеры чтобы дно было одинаково натянута со всех сторон продолжаем плетение наши корзины фиксирую дно чтобы она поменьше ерзала булавками и оплетаю по периметру нашу корзину через одну шахматном порядке каждый ряд подтягиваю прижимаю чтобы она была более плотной особенно обращаем внимание на поворотах и чтобы не съезжала наша ручка тоже имейте ввиду чтобы она была друг напротив друга так оплетаем по круговой и придерживаю как только заканчивается длинная лоза я ее фиксирую булавкой так вот и подтягиваю каждый ряд сейчас очень важно чтобы придать форму уже нашим бокам они должны подниматься вверх а для этого натяжение должно быть более сильным честно признаюсь на этой коробке было очень удобно она легкая и даже из-за скотча все равно она скользила и видите вот она топыривается и топыривается постоянно но форму мы уже придали овальная она так это сохранит круглой вряд ли она станет и поскольку мы уже дно задали затянули и поэтому меня было принято решение взять что-нибудь более плотная и вот я взяла круглая плотная большое тяжелое такое это моя салатница стеклянная она оказалась очень удобный поскольку я могла и прижимать она была достаточно как высокой поэтому видите мне было много места для манипуляций и я продолжала уже оплетать на ней все делала то же самое что и до этого соединяла кончики булавкой вам же рекомендую сразу их пришивать друг другу фиксировать ниткой иголкой поскольку потом это будет не так удобно уже на готовом изделие и продолжаю оплетать по кругу натягивая придерживая ряд за рядом вот эти вот маленькие кончики лозы я оставила слишком маленькие они мне где-то 5 сантиметром лажи вам же рекомендую оставить около 10 когда мы все закончили я снимаю и каждую каждую вот этот поворот огиб я фиксирую булавкой то есть верхний ряд длинные лозы я прикрепляю к боковым коротеньким и даже в некоторых местах предпоследний последний ряд как видите тоже фиксирую чтобы он не ерзал нам сейчас надо будет натянуть и проверить форму по высоте чтобы она была одинаковая то есть придать зафиксировать окончательную форму нашей корзинки вот для этого я и говорила что нам понадобится очень много булавок практически каждый каждый шаг фиксируем булавками сейчас я проверю высоту по всему всему периметру измеряю у меня высота 9 сантиметров и теперь ряд за рядом я буду опять проверять 9 сантиметров и если будет необходимо то перекалывать булавки занятие тоже такое долгое достаточно поэтому можете включить музыку как всегда рекомендую или смотреть какой-то слушать даже больше фильм и ряд за рядом вот видите по 9 сантиметров делаем это очень важно чтобы не перекосило нашу корзину в разные края поскольку она у нас достаточно мягкая и формой фиксируется за счет вот этих всех измерений под рукой всегда хорошо иметь уже готовые нитки по цвету иголки так вот ряд за рядом проверяю и фиксирую получается каждый вертикальный ряд я перепроверяю смеряем по всему периметру 9 сантиметров у вас может быть и меньше и больше ну сильно высокие особо не рекомендую все наконец-то я пошла из по всему периметру зафиксировала каждый каждый ряд и теперь займемся нашими ручками убираю скотч и плиту обычные косички самом-самом начале сильные очень сильно не затягиваю чтобы не перекосить а затем косичка очень плотно идет сначала завет завязываю с одной стороны косичку плиту кончики я буду фиксировать булавками вы тоже вот здесь вот вы фиксируете булавками поскольку нитками здесь еще рано так как у нас нас стоит из двух частей и в этом месте будет соединяться теперь беру с второй стороны и делаю то же самое плетем косичку тугую достаточно и фиксируем булавками вот в этом месте мы соединим для соединения я подготавливаю крючок для вязания иголку ну и нитки которые мне больше понравится по цвету это уже вы сами выбираете я тоже буду смотреть так вот так выглядеть наша корзинка как видите булавка в каждом ряду внутри она как ежик и на данном этапе мы сейчас соединим верхние части косички наши корзины смотрите и продолжаете с одной стороны в другую переплетение но если у вас это не получается можете просто перемотать сверху какой-нибудь тесьмой просто за 6 здесь зафиксировать а потом завязать здесь бант ну я как говорится заморочилась и продолжила косичку в разных направлениях помогала себе крючком для вязания вот у меня получился переход практически он и не виден с этой стороны кончики с двух сторон который сейчас я возьму иголкой и зафиксирую их спрячу затянул нам надо зафиксировать нитками прячу с внутренней стороны еще буду подталкивать да прямо под косичку чтобы было не видно помогать крючком так вот я спрячу все-все кончики ручку меня получится гладенькой и незаметно что есть какой-то переход последние стежки делаем узелок и нитку прячем в толщине сразу не обрезаем все готово а теперь будьте внимательны нам надо переплести вот таким образом каждую короткую нашу лозу мы берем слева и сзади огибаем правую следующую лозу опять берем слева и огибаем изнутри правую и фиксируем кончики будут час торчать наружу следующую опять слева направо огибаем с внутренней стороны и этот кончик фиксируем чтобы он никуда не делся не спеша так по всему периметру смотрите внимательно я просто убираю предыдущие натягиваю фиксирую и опять огибаем внутренней стороны и с внешней стороны будут торчать кончики и вот так вот по всему периметру когда дошли до нашей косички я здесь сделала просто переплетение через нее хотя надо было что-то придумать другое поскольку это месте пришло получилось потом перетянута и вот последний ряд я за бот зафиксировала как раз это наша самая первая петля вот что у нас должно получиться вот такое вот переплетение кончики снаружи внутри меня кончики это вы видите просто я еще не соединила теперь будьте внимательны в этот кончик внутренней стороны я фиксирую нитку посмотрите как без узелка и затем этот кончик мы прячем в следующую петлю и заводим во внутрь при помощи крючка туда же прячем иголку нитка не должна быть видно поэтому мы как бы между слоями там и с обратной стороны опять иголку вытаскиваем берем следующий кончик примеряем а куда должен зайти фиксируем его видите ниткой сразу с внутренней стороны чтобы потом было легко его затянуть внутри уже будет не очень вот в эту щелку и сейчас буду кончик напихивать туда же как видите иголку протянула с ниткой поскольку там я сделаю фиксацию вот этого хвостика вот он попробовал выскочить я вот затужила и там зафиксировала видите кончиками очень маленькие из-за этого трудно было фиксировать они все время норовили выскочить это было не очень удобно я понимаю что если бы они были по длине то было бы намного проще и так продолжаем ряд за рядом значит кончик предыдущего мы следующую петлю протягиваем чтобы он оказался внутри немного затягиваем и там его фиксируем там у нас не видно будет все эти фиксации и вот так вот сейчас уже в быстром темпе я вам покажу как по кругу с помощью булавок ниток и крючка для вязания я фиксирую каждый каждый кончик это получается оплетка мы сделали полностью спрятали все наши кончики ну в конце пришлось потрудиться поскольку там вообще маленькие были также я сейчас уберусь прячу все которые меня внутри кончики остались внизу вот самые первые то же самое при помощи крючка сначала я их прячу затягиваю а потом обязательно нашем случае обязательно надо зафиксировать иголкой и ниткой привязать поскольку они могут вылезти вот что у меня получилось красиво я считаю форма сохранена достаточно немножко вот искажения есть и где ручка там перетянута но это не критично все остальное ровная упругая форму держит красиво это моя первая корзина поэтому считаю что дальше будет еще лучше вот посмотрите как бы я не мяло она казалось чуть меньше но меня это не расстраивает каким же способом свалять яйцо чтобы она была плотного держала формы на нем можно было делать роспись есть секрет внутренний ингредиент вот такие вот формы я делаю вам от еще они сделаны из остатков подложки под ламинат и пищевой пленки у нас у всех есть какие-то обрезки так как мы делаем шаблоны у меня много большой широкой такой подложки и конечно она не очень подходит потому что форму приходится придавать очень плотно в руках мы сминаем форму уже которая напоминает яйцо а потом при помощи пищевой пленки обматываем прижимаем и сравниваем все углы которые у нас появились пока мы заламывали нашу подложку под ламинат и как видите если постараться то даже из 5 миллиметровый может даже больше можно сделать достаточно ровно и красивой формы яйцо вот я прижимаю покрепче и обматываю пленкой сглаживаем все неровности натягиваем пленку и вот таким образом у нас получается ровненькая плотная хорошая форма яйца отрываем ненужные вот форма яйца достаточно хорошая опять берем можно скрутить уже конуса подобное и опять же прижимая сглаживаем все все углы добавляем если требуется чувствуем в руках что где-то проминается и таким образом наматываем вот в процессе я поняла что можно было закрепить слегка небольшими кусочками скотча чтобы она в руках не разваливалась этот заготовка пока мы будем обтягивать пищевой пленкой все равно форма получается хорошая очень хорошо если у вас будет вот такая тоненькая посмотрите как она как бумага и можно смять и придать ей форму закрутить поплотнее вот я держу в руках и точно таким же образом из подложки под ламинат 2 миллиметра 3 это получается намного проще форма хорошая плотная я не могу сказать сколько раз я обматывала но вот приготовила несколько штук подготовилась и нашу шерсть поверхность формы очень скользкая шерсть скользит поэтому мы используем кусочек бинта обернули промокнули и прижали и после этого шерсть будет ложиться уже хорошо и не скользить прижимаем кусочками и покрываем все яйцо промакиваем одеваем клеенку прижимаем но без сеточки это не очень удобно делать поэтому я сейчас возьму сеточку прижму все и уже вот в таком вот виде начинаю уваливать яйца со всех сторон прижимаю сеткой и слегка тру вначале чуть-чуть тру где залома или где чувствуется тоньше можно доложить 5 пролить и через сеточку вообще желательно делать по побольше слоев пусть они будут тоненькие каждый слой вот так вот промакивать протирать опять потрогала показалось что очень тоненько и доложила еще шерсти конечно все заломы надо сглаживать тремнице слегка прижимая а когда уже это будет уплотняться можно прилагать усилия уже побольше через сеточку очень удобно это делать даже если мы где-то прижали и образовалась какой-то загиб его всегда можно расправить через сеточку и притереть я уже предлагаю больше усилий больше кручу со всех сторон смотрите вот образовалась небольшой залом я его обняла туго надела сетку держу яйцо с одной стороны а там где образовался этот залом я его растираю и вот потом уже можно его растирать в руках но здесь я сильно не нажимаю чтобы не деформировать притираю поверхностно и такие операции можно проделывать с разной шерстью сначала бинтиком промокнули чтобы он прилип затем вытираем руки и уже с сухими руками накладываем шерсть слоями скажу на примере что вот так вот как я делала красное яйцо который я делал с гребиной ленты лучше ленту все-таки перемешивать а не накладывайте так вот слоями поскольку при валянии все вот эти вот направления волокон так и остались видны но они особо мне не испортили вид но сваленные из кардачоса яйца смотри смотрится более аккуратно чем сваленные из гребиной ленты вот я накладываю эти полосы вот эти вот повороты они так и остались видны рисунок конечно многое там гладим заворачиваем несколько слоев то есть вот здесь вот буквально 10 грамм не больше просто я делаю очень тоненькие слои чтобы можно было почувствовать где можно доложить шерсти где не надо где и уже достаточно синяя я уже смешивала гребенную ленту делала из нее вата и она легла лучше лицо смотрелась красивее вот так вот перемешиваем затем замакиваем притираем и так с каждым цветом с каждой стороной каждым лицом синенькая готова следующее у нас это голубое делаем те же самые манипуляции я уже не стал их показывать полностью и еще одно это желтое все тоже самое бинт промокнули убрали срезали лишнее вытерли руки и аккуратненько накладываем из шерсти слои я думаю вы поняли смысл здесь ничего сложного нету после того когда мы все сваляли мы немножко протираем их в руках и вот притертые яйца дальше мы хорошо вы полоскали и опять смочили мыльным раствором и начинаем уваливать если требуется то через сеточку если уже не требуется то без сеточки хорошо жмем их притираем мылим это обязательно надо сделать скажем лицом то есть мы притираем поверхность можно катать разных направлениях можно даже обыкевку чуть-чуть в руках а когда будем полоскать то прямо уже усиленно можем выжимать такие манипуляции мы можем делать благодаря тому что внутри у нас и плотный и слегка мягкий наполнитель так делаем с каждым яйцом полощем мылим после того как шерсти уже не отходят от верхнего слоя мы можем помять и проверить что и шерсть тоже не улозит по нашему образцу протираем каждое яйцо проверяем и после этого берем колготки которые уже испортились дыркой отрезаем одну часть и начинаем туго одевать колготки на яйцо после этого завязываем узел и так проделываем с каждым я думаю вы уже догадываетесь что мы будем делать с этим изобретением тут самое главное чтобы яйца натянуть потуже и завязать узел и теперь все это богатство отправляется стиральную машину я кладу в мешок можно даже постирать это вместе с полотенцем режим уже достаточно вам знакомый итак яйца высохли теперь мы их подбоготавливаем к росписи для этого берем матовый акриловый лак крышечку прозрачную кисть добавляем воды на крышечку и капаем немного матового лака я не могу сказать сколько именно делаю это на глаз вы можете погуще пожиже сделать ну то есть чтобы цвет молока был и покрываем яйцо этим раствором по всей поверхности равномерно не пропускай ни кусочка и чтобы не было пустот убираем лишние ворсинки какие-то ненужные а если яйцо требует чтобы его побрели вот допустим как это видите сколько шерсть торчит то я его обязательно стригу после этого он становится гладеньким и точно также покрываю всю всю поверхность раствором из воды и матового лака можно развести один к одному все все яйца мы покрыли пока яйца вы подсыхает мы можем украсить нашу картинку для этого я взяла ленточки выбираю какие больше по цвету выбрала три цвета они сочетаются яйцами и желтые обвела вокруг ручки просто и продела у основания а также завязала бантики все очень просто зато очень красиво с помощью бантика вы можете спрятать свои какие-то недочеты так вот я и продела чтобы она держалась и закрепила узлом и бантиком теперь отрезаем лишнее лишнюю длину и с помощью зажигалки надо обработать все края чтобы они не сыпались вот так вот просто и красиво можно украсить нашу корзинку конечно хочется чтобы яйца побыстрее высохли на них видите еще белый налет говорит о том что они еще мокрые поэтому я предлагаю вам помочь и высушить их с помощью обычного фена можно как холодным так и теплым воздухом переворачивая их со всех сторон сваленные яйца высохли на них уже нет белесого налета они плотные поверхность впругая и готовы к росписи для первой росписи буду использовать красное яйцо и малярным скотчем сделаю ограждение верхней части яйца и нижней то есть оставлю только полоску на которые буду рисовать узор делаю ровно все подгибаю лишние края и то же самое делаю внизу но внизу мы должны будем сделать не просто ровно но еще одинаковую поверхность поэтому измеряем линейкой меня это 4 сантиметра и продвигаясь потихоньку подравниваем чтобы было ровно 4 сантиметра это сделать несложно соединяем концы отрываем и загибаем изготавливаем палитру палитру меня служит файлик бумагой белый также влажные салфетки нам понадобится подравниваю уголок который неправильно приклеился теперь все четко берем золотистый контур универсальный и делаем первые точки я решила сделать по контуру верху по всей окружности я делаю на глаз вы можете измерить допустим поставить точки карандашом через определенное количество но я думаю интереснее рисовать от руки тем более простые незатейливые узоры и так проставили точки по всей окружности и второй ряд уже более крупные затем меняю контур это меня бронзовый цвет и обвожу кружочки второго ряда в окружность вы можете рисовать и ромбики квадратики любой рисунок который вам понравится затем решила сделать интересные загугулинки уже более тонкий контур бронзового цвета и также по всей окружности вырисовываю завиточки переворачиваем и еще красивые листочки это конечно сложный рисунок вы можете просто делать точки большие маленькие опять большие маленькие чередовать их в точечном рисунке и затем уже добавляем акцентов допустим желтый цвет это вот такие тонкие работы но они делают рисунок индивидуальным после этого я снимаю малярный скотч вы же лучше подождите когда краска высохнет мне захотелось немного вверху подрисовать красивую арку вот теперь мне все нравится процессе пришло такое решение берем булавку подложку под ламинат прокалываем и накалываем яйцо теперь она сохнет и краска не касается ничего следующее яйцо синее обвожу овал или даже форму яйца делаю кружочки небольшую рамку все что придет вам голову я решила сделать лучи не входящие от рамки делаем это по окружности не спеша медитативная работа такая затем взяла золотистый контур и проставила точечки усилила их коралловым цветом рамка получилась яркая ставлю ее подсыхать также воспользуюсь булавкой и подложкой под ламинат накалю уже сбоку пусть сохнет следующее у нас желтое яйцо здесь я уже воспользовалась подложкой сверху и снизу двумя булавками так можно яйцо ставить а также крутить в руке теперь мы будем использовать краски для поэтому нам нужно будет вода кисти и сами краски беру белую голубую и рисую небольшие овалы слегка под наклоном и шахматном порядке это будет будущее веточка вербы можете найти рисунок в интернете подсматривать на каком расстоянии расположены эти мохнатики на ветке и как лучше их нарисовать я нарисовала всего лишь пять котиков сейчас голубой краской перемешиваю с белой и теняю с одного края придавая 3d эффект то есть это будет слегка такая тень берем коричневую поводим полосочку этой будет веточка книзу ее слегка расширяем а также двумя мазками соединяем наши котиков с веточкой то же самое повторяем с обратной стороны яйца вербы рисуется очень просто легко а эффект очень красивый и чтобы не терять время намечу две буквы христос воскрес у паха его и сначала наношу белую краску чтобы потом рисунок был более яркий откладываю пусть подсохнет и в это время берем еще одно желтое яйцо и я решаю нарисовать на нем кулич намечаем белой краской где у нас будет крем я рисую от руки она не требует четких деталей вот наш крем заполняю его белым затем коричневой краской намечаю бока кулича и тут я решаю что надо добавить яйца пасхальные рисую одно цвета фуксии а второе ярко-ярко-желтым после этого заполняю всю поверхность кулича коричневым цветом этом выпечки аккуратно обвожу яйцо а черной краской добавляю теней под кремом с одной стороны снизу и справа от крема и уже сразу появляется эффект также делаю тени внизу сначала обвожу низ дели а потом просто водой растушевываю черную краску и получается размытый красивый эффект как будто стоит на поверхности кулич и яйца немного оттеняю голубой голубым цветом крем и добавляя несколько пятен телесного цвета придаю выпечки пышность но не очень заметно но эффект все таки в общем виден затем делаю небольшой блик на яйцо и она сразу заиграла беру желтый контур и прорисовываю свечу затем коралловым контуром рисую огонь прорисовываю лучи огня чтобы плане было живым беру разные цветов контуры и ставлю точечки как будто ки это посыпали разноцветными вкусными сладостями есть и зеленый и синий и оранжевый и желтый а также у меня есть прозрачность блесками им тоже пользуюсь после высыхания станции одни блески очень красивый эффект все опять берем с буквами яйцо и усиливаем их цвет желтым прорисовываем тени и белом блики все еще одно яйцо готов а теперь самый интересный рисунок будем рисовать цыпленка подготавливаем для этого яйцо берем голубое яйцо и подготавливаем краски белая желтая коричневая черная намечаем белым кружочек 2 и 3 это будет наша основа для цыпленка вы можете посмотреть картинку выбрав в интернете там даже есть как рисовать цыплят я рисовала просто с картинки открыла в интернете картинку и рисовала по ней и так мы делали приблизительные контуры а затем все заполняем белой краской белая краска прослужит нам своеобразной подложкой здесь вот я прорисую сейчас хвостик и крылышком сглаживаю немного голову вот такая вот основа готова пусть подсыхает и на зелеными решила также сделать цыпленка и так рисуем круг побольше затем чуть смещаем и еще один такая вот гусеничка переглаживаю шею намечаю где будет крыло хвостик и также как и в первом случае все это заполняю белой краской процессе я сглаживаю очень резкие переходы видите шея загладила поскольку цыпленка на не ярко выражена впереди тоже сгладила грудка у цыплят такая своеобразно выпуклая так у них там зуб находится и нижняя часть чуть продолговатая там где у нас будут ноги вот так вот заполнила все и намечаю как раз лапки 3 спереди и одну сзади пока просто намечаю откладываем сушим в этот момент уже подсох наш первый и мы заполняем все желтой краской заполняемся все очень тщательно моем кисть и белой краской намечаем блики это птичечка у нас будет верху будет падать свет грудку делаем более светлый немножко тельцевым выделяем крылышко и хвостик затем берем коричневую краску и намечаем где у нас будут тени где будет носик глазки прорисуем сзади тень тоже будет падать разделяем шею крылышко тоже впереди грудку разделяем на две части также в самом низу прорисовываем тень и под хвостиком не забываем и отметить крылышко теперь желтой краской растушевываем все четкие линии делаем переходы более мягкие растушевываем и внизу и сверху везде где наносили темные и светлые линии теперь надо прорисовать носик я взяла оранжевый контур и намечаю где у меня будет клюв затем беру черный контур и намечаю аккуратно глазик сначала ставлю точечку небольшую стрелочку а также разделяю нос клювер не пополам и немножко прорисовываю тени самые четкие ярко выражены это будет под головой хвостик под хвостиком и внизу в самом самом низу купить буквально точечки ставлю затем берем бежевые контур и намечаем лапки берем черную кисточку и прорисовываем тени более четкими и сделаем кистью все-таки легче растушевывать даже уже намеченные точечки от контура разбавляю их коричневой краской чтоб не было ярко выражена выделяю коричневым и черным тени внизу от лап придает это очень интересный эффект 3d эффект когда появляются тени в рисунке рисунок сразу оживает и как бы выдвигается белым самый ответственный момент мы ставим блик добавляем немножко на клюв на грудку также на хохолок сверху на лоб щечку тоже выделим белым все цыпленок готов и отправляется сохнуть а мы будем работать над следующим так же как и первые покрываем всю поверхность желтой краской первый слой обязательно должен высохнуть прорисовываю лапки бежевым контуром а затем коричневым цветом начинаю выделять самые яркие моменты отделяем голову намечаем клюв глазик хохолок где будет у нас крылышко а также какие будут у нас падать теме это под хвостиком под грудкой затем все эти моменты выбеливаю белый показываю где будут блики верху на щечке на грудке под крылышком немного так как он пузатенький сверху обязательно солнце падает и на кончик хвостика после этого желтым немножко растушую все эти белые переходы делаю не такими явными и четкими после этого опять усилить темные места где у нас будет падать тень под крылышком под хвостиком не отделяем голову от туловище все это растушевываем чтобы не было не явных переходов были более плавные где-то добавляем желтого смотрим уже по обстоятельствам смотрите на рисунок который выбрали где там лежат какие тени где можно усилить более желтым где белым а где коричневым вот решил его делать потолще и как бы поворот три четверти поэтому добавила лобика и щечку увеличиваю немного клюв лобик щечку теперь также прорисовываю щечку и здесь еще решила сделать верху гребешок это уже будет подросший цыпленок делаем тени на лапках коричневым а затем под лапкой уже прорисуем черный краской прямо не на лапки а уже на самом яйце это уже будет как тени посмотрите как сразу выделяется лапка и видно что он стоит на поверхности очень люблю рисовать тени они сразу показывают 3d эффект играя бликами и тенями вы можете нарисовать очень натуральный рисунок усиливаю там где будет находиться глаз усиливаю тени я смешиваю коричневую черную краску и намечаю несколько линий после этого сейчас все люблю блики также как на первом это будет сверху на щечке на 1 и 2 затем на грудке туда где будут попадать лучи солнца у нас они падают условно сверху и слева падает на крыло на спинку на кончик хвостика также под крылышко поскольку крылышко маленькое и тельце у него пухленькая поэтому здесь путь блики все это растушевываю желтый делаю плавный переход кить после краски обязательно промакивать я это делаю или на палитре или об мокрую салфетку усиливаем желтый цвет поскольку яйцо зеленое и краска немножко просвечивает поэтому многослойно накладываем краску так теперь черным я вырисовываю глазик очень аккуратно усиливаю его не спеша делаем круг разделяем клюв пополам немножко внизу прорисовываем намечаем тени поярче под крылышком самые места где мы считаем будут самые темные внизу под хвостиком вокруг лапки я делаю усиленно чтобы лапка более выражена была можете еще добавить тени под лапкой и слегка растушевывайте делаем стрелочку и блик но здесь я сделала два так тоже взрослые на носике на клюве и слегка отликовала лапки так они стали более выражены ну все как вы думаете цыпленок готов но можно еще добавить и я решила сделать травку сначала взяла контур потемней это будет как бы травка на заднем фоне вокруг лапок можете немножко заходить на лапки затем взяла зеленый перламутровый контур так он не был новый поэтому в начале надо выпустить немного краски и уже стала прорисовывать повторяя и делая новое вокруг лапок поменьше лапки не зарисовывать а уже сзади сбоку делаем более высокую травку это придало нашему рисунку еще большей живости вот такой красавчик получился хочу показать вам его поближе вы тоже так сможете либо смотрите бесплатный мастер-класс и повторяйте за мной либо найдите картинку в интернете рисуйте по интернету давайте проверим что же у нас получилось красное яйцо мы делали просто контуром рисунки которые нам только приходили в голову кружочки полосочки здесь я добавила еще блесток она заиграла ведь практически не трогала посмотрите как красиво тени передают объем наш первый цыпленок малыш вербочка немного усилила белым поскольку она пропиталась добавила видите бликов на веточке и потом еще немного сделаю теней снизу темным но это наш красавчик подсыхает теперь вы знаете как свалять яйцо и нарисовать на нем цыпленка творческих вам успехов